Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хотел бы предложить вам еще немного новых аниме на просмотр. Это будет продолжение топа про вторжение или войну с другими мирами. Приключения, фантастика, экшен, в общем, вряд ли вы заскучаете. Ну и вот небольшая загадка. Если знаешь, кто это, пиши в комментарии. Кстати, ребята, я уже во многих видосах прошу подписаться на рассылку новостей в ВК, но активности не так уж и много. Поэтому, если вы хотите никогда не пропускать что-то новенькое, в описании есть ссылка, подписывайтесь и вы всегда будете в курсе, когда выйдет новое видео. Ну а также подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем приятного просмотра. Оружие на Бунаги Редко встретишь девочку, да еще и школьницу, которая фанатеет от всякого рода боевой техники. А вот главная героиня по имени Сио Агура настолько увлечена оружием и военной техникой, что у нее вся комната забита до отказа. Не медвежатами, зайчиками и цветочками, а фигурками танков, тяжелой военной техники, истребителями и вертолетами. В общем, все, что каким бы ни было образом связано с армией или войной. Ввиду таких увлечений становится сразу понятно, что она не особо популярна среди парней, потому что эти задаваки не любят девочек, которые смысят в чем-то больше их. Ну а среди девочек из-за абсолютной несхожести интересов. Так бы и влачила она свое существование, как некий аутсайдер, если бы не школьная поездка на Тайвань. Где свершилось нечто из ряда вон выходящее, напоминающее вторжение гуманоидов. Так нашу крошку Сио не узнать. Она оказывается носителем какого-то гена и чуть ли не реинкарнации Оды Набунаги. Хромированный региоз Мир скоро будет уничтожен. Монстры, похоже, на натекомых колонизировали пустынные земли. Были созданы города-купола, только они могли уберечь людей от гибели. Иногда бывают вылазки, иногда переселения. Все ради того, чтобы найти ресурсы для процветания. Но ресурсы ископаемые и придет время, когда они закончатся. Поэтому иногда устраиваются состязания. Мало того, это стало настоящим делом. Теперь существует академия, которая тренирует воинов. Лейфан Алсуев, главный герой аниме. Он славный боец, только ему это не интересно. Он против того, чтобы люди сражались за ресурсы. Академия Зерни приняла его как раз на факультет, который славится боевыми искусствами. Но вот с отрядом ему не повезло. Козлы отпущения. Тот самый 17-й отряд. Парень даже тут нашел себе друзей и узнал их печальные истории. Цель и стремление каждого не похожи друг на друга. Лейфан, как ни странно, находит смысл в сражениях и они начинают ему нравиться. Если вы ярый поклонник фантастического экшена, это аниме именно для вас. Фантастическая звезда Онлайн 2 Аниме-сериал Фэнтези Стар Онлайн это мир фантазийной реальности, в которой обитают несколько рас. Естественно, враждующих между собой. Все происходит в режиме онлайн и каждый может попробовать себя в роли воина одного из четырех рас. Оружие у них необычное, гордо именуемое фотонами и костюмы выглядят фантастически эпично. Вооруженные отряды таких бойцов могут сразить целую толпу враждебно настроенных монстров за один раз, что естественно приведет к прокачке игрока, его навыков, ну и возможность заполучить редкий вид оружия или брони. Этот сериал наверняка придется по душе поклонникам ММО-РПГ-игр. Немой поцелуй, обрученная планета Развитие человечества не стоит на месте и кажется, что в мире не осталось ничего такого, что нельзя объяснить с точки зрения науки. Но природа подкинула ученым еще один сюрприз. В 2031 году из глубин земной коры появились ужасные, доселе невиданные монстры, готовые уничтожить всю цивилизацию. Если верить легендам, эти чудовища проснулись впервые за несколько тысячелетий, и чтобы отправить их обратно туда, откуда они пришли, необходимо найти древнюю книгу мертвых. Японской исследовательнице Рукино Юно удалось найти этот артефакт, но оказывается не все хотят, чтобы монстры исчезли. Кое-кто планирует использовать их силу в своих коварных целях. Планета Уит Соя Курой – простой парнишка, который однажды просыпается и понимает, что совершенно ничего не помнит. Окружающие сообщают, что он попал в аварию, в результате которой родители умерли, а мальчик получил амнезию. Опекунство над сиротой берет на себя странноватая парочка. Девочка с зелеными волосами по имени Гинка, а также гигантский кот по кличке Учитель. Главный герой вскоре отправляется в новоучебное заведение, где он заводит дружбу с классным старостой. Создается впечатление, что жизнь парня постепенно налаживается. Неожиданно персонаж узнает об опасности нависшей над миром, хотя общество до конца не разобралось, была ли в действительности угроза. В разнообразных точках планеты в небе начали возникать огромные улыбающиеся медведи, которые просто повесили в воздушном пространстве и не двигались. Армии всевозможных государств оказались бессильными перед загадочными явлениями. Вскоре Земля познакомилась с компанией отчаянных смельчаков, которые согласились справиться с мишками. Однажды Сой получает от своей наставницы приказ ликвидировать супергероев. От выполнения поручений отказаться невозможно. Ну а на этом все. Не забываем, что в описании есть много полезной информации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под ролик. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok